Так, коллеги, все, тогда считаем, что список у нас закончен, регистрация команд закончена. И начинаем интересную часть, думаю, одна и самая интересная, представление идей. И первой у нас выступает команда, а не назвать себя «Доход». Ну, мы, значит, решили воспользоваться возможностями, как и девайса, на силу на руке. И, соответственно, внесать приложение для коронавируса к аэропортистам, которое позволяет, например, телометрижку, а всяких часов, все, которые не способны выжить. И на основе этого, соответственно, по трассе делать там фрагноз состояния снега, ну, на основе прохождения предыдущих участников. Ну, в общем, Андрей, ты что-то круто говоришь, на самом деле задача немного проще хотя бы отследить, чтобы он решировал, за сколько этот раз он прошел. Такая базовая фрагноза. Все. Все. Вопросы? Сейчас, я... Да, использует второй микрофон. Вопросы защитники не ставят. Ну, он же... Это для тех, кто самостоятельно сжимается, но он не нажимает. Ну, таймером неудобно. Подождите. Дальше. Не, ну, представь, у тебя он ниже, есть полгон. Ты доехал, дофильмешек, как-то там сможешь... Так. Ну, не обалдеть. Я спокойно стою, не могу спокойно. Я чувствую. Да. Не, второй человек. Ребят, говори, пожалуйста, микрофон, потому что вот чем дальше на базовую... Владимир, у тебя есть сноукор. Ты стоишь на первой группе. Да. И ты хочешь заснять время трассы. Твои действия. Ставь. Нажимаю таймер. Да. Время уже пошло, уже две секунды идет. Я на старте. Нажимаю таймер. Так. Еду по трассе. И на финише, собственно говоря, нажимаю таймер. Я вычитаю сколько? Четыре секунды? Нет. Зачем вычитаю? Я когда финиширую, я могу отсечь линию финиша. Ну, пока ты нажмешь, пока ты... Ты синишируешь, нажал. Молоденький. Там плача. Еще вопросы? Не нажмем. Ну, на самом деле, я думаю, многие вопросы будут сняты, когда увидим промежуточные результаты сегодня отлично. Удачи! Ну, это в следующий раз. А почему XM? Есть XM? Нет. Ну, потом будем применять. Так. Хорошо. Так. Значит, Илья Мардин появился? Нет. Тогда команда номер два у нас снимается, но, похоже, это единственная команда, которая уже будет снята. Переходим к команде номер три. Это... Денис Зарев. Добрый день всем. Я из Нижнего Новгорода. Представляю Нижегородскую область. Мы долго думали над тем, что делать и что можно сделать быстро. Основными версиями была игра бесконечный раннер. Вот. Ну, мы играми занимаемся, поэтому думали про игру снова. И потом мы подумали, что неплохо бы сделать что-то, что позволяло бы играть игрокам в ряд времени, ориентируясь на WebSocket. И у нас было две идеи, из которых мы играли. Первая идея была — это лопать шарики насквозь на двух сторонах экрана, собирая шарики одного сгадать. Ну, то есть со стандартной матч 3. И вторая идея была — это векторина в ряльном премии, когда игроки видят вопрос и соревнуются на выпуске до 100 лет. В результате мы подумали, что эта идея, наверное, попроще и мы были бы реализованы, поскольку нам нужно сделать два и конца. Хорошо. Я думаю, идея проект понят. Вопросы есть? Тогда спасибо вам. Да, пройдут участникам. Просто презентуешь, не забывайте забирать свои маленькие участников и бейсболки. Переходим к четвертой. Команде. Команда Byte Potters. Екатерина, да. Всем привет, доброе утро. Меня зовут Екатерина. Также со мной удивительный товарищ, который я очень пользуюсь. Мы хотим предвести существующее приложение, оно посвящено «Антикафе». Я думаю, многие из вас знают, что это. На «Тайсинг». Это приложение будет включать в себя список «Антикафе», как бы добраться, какую-то информацию и время работы. Также можно подключить «Антикафе». Да, вот так. Но это уже будет, скорее всего, больше. Это все. Спасибо. Вопросы? По-моему, отличная идея. Пожалуйста, Марк. Да. А кафе из кейса? Как вы можете? Ну, да. Скажем про «Антикафе», я думаю, может, не все знают. Как может есть предложение в «Антикафе»? Приложение. Приложение? Ну, это самого рода справочник. Просто человек там также отъезживает смысл положения. Вот. Показано замечающее «Антикафе», и вообще, если «Антикафе» в городе, то у нас придется. Пользоваться в «Антикафе» на «Антикафе», тебе поддаются информации, подоживаются картиночки. Если надо, я вам подпишу ссылку на уже имеющийся предложение «Антикафе». Да? Хорошо. Еще вопросы? Пожалуйста, ответить. А дупольгист? Да. Так сказать, наше предложение создавалось раньше. Дупольгист так появился, он так в сердце плашит. И, по-моему, это не плачет. Ну, мы решим, что надо задать. Еще вопросы, комментарии? Удачи. Спасибо. Так, следующая команда, команда номер пять. Соответственно, Николай и Павел. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы команда Фрэйт Крок. Мы разработчики обильных лидер. И мы хотим делать игру. Мы будем делать платформер с мультиплеером, с другим генерированным миром. Если кто знаком с этими проектами, как Terraria, Starbound, может быть, там, ватой Minecraft, то что-то похожее мы пытаемся сделать. Ну, соответственно, за цельми Хакатона будет разработка. Серверы, которые это все будет крутить. И, соответственно, по тайзинам устройства будут клиенты, которые будут позволять взять и идти на те какие-то возможности. Людям поиграть в бутербайре на одной карте. Да. Спасибо. Вопросы? По-моему, они действительно интересные. Ожидать функционалу, думаю, красивые фотографии. Да, пожалуйста. А на чем писаться? C++ технический текст? Да. C++, BNGA, и, соответственно, сервер тоже C++ и Ragnet. Недавно заоконсоршили. Вот. Это некий маленький этап перед, собственно говоря, ArthesNav Challenge. И поэтому, не знаю, как красиво, но я надеюсь, что вы выиграли. Еще вопросы? Спасибо. Удачи. Павел Лысенко. Павел Лысенко. Всем привет! Меня зовут Игорь, это Павел. Мы попытаемся написать иглу, ну, наверное, слышали, все крокодилы играют ее в основном как бы вживую, но мы хотим сделать это в виде рисунков, то есть один человек рисует, остальные четверо, ну, у нас будет две-три человек, четверо должны будут угадывать. Рандомное слово, писать это будет в чате, как бы, реализовано на Wi-Fi директе, в спуске регулы, то есть в какой-то локальной сети. Вопросы? Хорошо. И у нас еще одна игра планируется. Вопросы? Удачи! Так, следующая команда это Твилберн и Алексей Звудун. Значит, это будет некое сервисное приложение, позволяющее пользователю зарегистрироваться, посчитать информацию о текущей программной передаче, посмотреть следующие программные передачи, подписаться на интересные и получить это сервисное предъявление за 15 секунд, за 15 минут до начала передачи. То есть это для телевизора произведения программных? С умного приложения мы можем предпосвать на телефон, я надеюсь, через часы, вот, соответственно, главное получить это сервисное предъявление, да, за предъявленное время, за счет. Ну, кстати говоря, интересное развитие потенциально со Smart TV, где идёт дальше, не убиваешься, кстати, это так. Сразу как мы... Вопросы? По-моему, очень интересный вариант, послушайте. Спасибо. Итак, следующая команда «Print Read» — это, соответственно, Григорий Бойис и... И всё. Или нет? Ещё Семёный Владимир. Да, Ещё Семёный Владимир, но мы... Да, с молодой, сейчас не ничего. Мы реализовываем простую, недосложную технологию. Ведёшь пальцем по экрану за текстом, текст подчёркивается, и само приложение скроллит текст за подчёркиванием. То есть, если палец убрал, оно... ну, как бы подскроллило. Всё. Это технология, которая встраивается в любое приложение, в любое большое, но здесь мы хотим реализовать только конкретно в данный момент. Всё, спасибо. А как вы планируете текст? То есть, что будет делать? Текст вы будете вести пальцем или ручкой, неважно чем, за текстом, где-то будет отчёркиваться. И когда вы будете выбирать ручку, то палец подскроливаться будет. Ну, точно так. Ну, наверное. Всё? Хорошо. Вопросы? Пожалуйста. Зачем это? Ну, это надо для людей, которые... для детей. Больше для детей. В общем, в итоге это как бы детская шплея, которые подчёркивают тексты, следят за этим. Иностранный или Русский? Ваши? Нет. Это для детей. Это для одного жили в другом возрасте. То есть, может быть. Нет. Не такой. А ладно, я думал... Дай мне, дай мне. А, дорожал. Продолжение, потому что у меня есть ребёнок, маленький. Нет. Маленький совсем учится. Вот. Короче, он читать учится. А изобрёл всём, потому что он читал вообще. Он привык под школу их пальцем пойти, чтобы читать. Это предложение пришло, чтобы водить пальцем и читать, и руки любить. И всё. И всё. И всё. И всё. Ага. Да. Спасибо. Так. Следующий проект с интересным названием «Парковь». И Александр Маркус стал. Да. Вас, насколько вы понимаете, двое. Надо открыться. Второго писать. Будет. Да. Всем здравствуйте. А. Роман Паузер. Мы, естественно, в мире говорили, что есть одна больше. То есть наше предложение как раз будет предлагать человеку с ежедневно совершать большие пользы, которые сделают большие качества, интереснее, а его собой немного лучше. Наше предложение будет добавить ежедневно другу, человеку несколько заданий. Это не сложная способ. Поступим для умения парков. Выполнить задания, как выключиться. То, что от насладывает человеку, он завершит вещи, прогулок, и так далее. Выполнить это задание, и урок сможет попасть в целом и дустья. Получить эти результаты. Как вам будет видеться эти статистику выполненных заданий, и в результате возделяется тем, кто растет в локаре. При получении определенных уровней выполнения заданий, в первую очередь будет открываться на новую функционалу. Какая идея? Наверное, один вопрос. Эруйте, кто участвовал в прошлом, как они хорошо запуглили в проект Ван Куй. Чем отличается от того, что он в прошлый раз остался? Ну, изначально, мы планировали в связи с тем, что сейчас. Потом у нас удивили, что это не целевое ориторие, па-па-па. И поняли, что какое-то положение есть, всего 80% связников, аудитория, студенты. Они все просили поучаствовать в проекта СЕРВА, поставили свои мейлы. Они, в общем, полетали. То есть, фактически продолжать за полтора фотографии? Нет, мы тогда начали предложение у нас объединить, делать другое предложение, как это сделать, и мы лишь перевернутся к кому-то было изначально. Собственно, мы редукцировали идею, чтобы она была понятной, целевой очень. Мы сделали приложение, порадовали всех и забыли о нем. А поняли, что надо все-таки делать то, что мы придумали тогда. Вот, но так как мы ленивые, мы только решили дождаться кокотона и только вашей приятной компании. А вы кому-нибудь отдали и морковь с утра? Да. А сейчас новую купили? Ну, завтра же. Да. Ну нельзя раскрывать все карты. А мы хотим кулерские там. Нет, проект вызывается морковь, так что тут. Еще вопросы? Ладно, надеюсь, что порадуемся вечером завтра. Десятый проект. Тайм-то-блок. Команды Этира Славлья. Здравствуйте. Выставляем Ярославскую институту. Проект Тайм-то-блок посвящен, собственно говоря, Да, я думаю, большинство для сидящих. Тех, кто ведет сидящий образ жизни в историческом работе, в организме и так далее. Ну, всем известно, что такой образ жизни все-таки он, мягко говоря, не очень полезен. Провоцирует много заболеваний, и мы решили воспользоваться часами, Тайм-джир, которые, собственно говоря, будут отслеживать Ну, образ, образ активности человека в процессе работы И напоминать, что пора бы как бы встать, развяться, выполнить пару дней, и дальше уже сесть за работу. Что, в свою очередь, поможет предотвратить в дальнейшем все эффективные технологии. Спасибо. На самом деле, в контексте вашего приложения Название часов посвящало страшно, но гир. Гир. Вопросы? Пожалуйста. У меня больше не вопрос, а просто такая бизнес-идея. Вы можете в магазине подавать отключение этой пичи. И еще вопрос? Да, пожалуйста. А вот как сочетается? Я, может, разрушал? То есть, это будет, в свое рода, такое, простой выделить в последнее время? Ну, не совсем. То есть, нет, ну, есть же предложение, то есть, которое, там, грубо говоря, с мальчиками по тайме, да, работать 30 минут и такое. Кто-то будет такой минал, который будет автоматически отслеживать, что, да, пользователь действительно, там, встал, походил, там, размялся, собственно говоря, сел обратно работать. То есть, все будет в автоматическом режиме. То есть, пользователю не нужно будет каждый раз, там, тыкай, я сел работать 30 минут, отчитай, там, я пошел, куплял, еще, там, что-то отчитает, там, полгода жизни. То есть, пользователь нажал, я начал работать, все. А она там, ну, может, сам проконтролировать, так, сам встал, то есть, приложение заветило, что он, там, действительно, выходил, там, гири, ладно, следующий период, тогда он будет, что-то. Ну, вообще, по рекомендациям, там, каждые полчаса сиденья, перерыв, там, ес, полгода. А если нет перерыва, тогда что? В смысле? Ну, сижу два часа дальше. Что делаете со мной? Плохо, все. Ну, как, ну, нет, понятное дело, что это просто рекомендации. Не, вопрос в том, что будет вложение, если вы рекомендации. А, напоминаю, ну, это, вот, в процессе, в процессе идей пока, то есть, это пока сама идея, то есть, дальше, понятное дело, что будет. Только, как, гири, может, вывести небольшой разрядик. Еще вопросы? Отлично, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Виктор и Александр. Выходите, пожалуйста. А, добрый день, пацаны. Так, наш проект называется Шоттл. Он посвящен борьбе и защищения в магазинах. Зачем он заключается? Если вы приходите в магазин, вам ставят разные упаковки, машины, какие-то стиральные машины и так далее. Пока вы, что-то, почему-то открыли, стоящее внутри, и это довольно много времени снимает. Вот, поэтому, вот, мы предлагаем просто сканировать свой код, либо на упаковке с помощью мобильник, либо с помощью чайсиков. Вот, после этого на мобильник уже этот посылочек передается у трехмерной модели товара. То есть, и пацаны можно уже отдать и прилавку, уже нет другого месте, по которому рассмотреть со всех сторон всего эту модель. А у вас уже есть какой-то ресурс, в котором можно эти модели получать, трехмерные. То есть, что у вас будет в демке? Как вы демонстрировали какие-то приложения? Смотрите, то есть, ну, мы напишем, соответственно, положение от шестиков, которое фотографирует и ерсказывает, какой-то вот этот слайд мобильник. И вот, по-моему, уже с вашего сайта скальшиваю модельку и ее показывают. То есть, у вас же есть сайт, где есть такие модельки, то есть, реально можно продемонстрировать какие-то примеры. Как пример, любые. На самом деле у нас есть сайт, где стоит, во-вторых моделька, а можно для розык там наделать. Ну, по-моему, это уже не важно. То есть, для детки будет хотя бы одна моделька. Какая моделька есть? Очень-очень серьезно. Вопросы? Ну, как первое, по-далому, шлем может быть, если вы так и шлем? Если вы можете и шлем, потому что это производитель, мы и шлем будут. Ну, что, есть? Нет, просто принципиальной разницы нет. Просто, ну, вы тогда сразу можете свои приложения задавать. Потому что сейчас будет аналог, при магазине, а где так реально можно просто... Люди реально будут так пирать, что вы представляете. Лучше. Такое советство. Ну, да. Одномерный штрих-код, наверное, будет разумнее для этого эскейса, чем для того, чтобы мерный садить что-то, конечно. Еще вопросы? Комментарии? Спасибо вам! Удачи! Спасибо вам! Аплодисменты! Аплодисменты! Так, следующая у нас команда номер 12, это проект поиск авиабилетов Антон Линьеха. Линьеха? Угу, очень редко. Как ни странно, проект поиска рей-билетов предназначен для поиска рей-билетов. Этот будет порт приложения с Windows 8, там написано «Стой ассамбле», а здесь написано всё с нуля, потому что то я выкину, и никак ничего использовать повторно нельзя. Собственно, данные берутся с AliaSales, у них есть API, всё хорошо, поиск идёт, идёт. По технологиям используется AngularJS, кое-какие штуки, чтобы оно было хорошо на мобильном устройстве, и, собственно, вкратце всё. Да, с этими технологиями я вообще не работал, поэтому я так буду сейчас в ближайшие часов 6 смотреть и думать, что за ерунда здесь происходит и что я тут вообще делаю. Ну, в конце концов, у меня будет уже что-то более работающее и, возможно, даже ищущие они амилеты. А можно спросить, а чем это отличается от AliaSales? У меня стоит AliaSales и чё? Очень просто. Тем, что в этом случае деньги получаю я. У них есть партнёрская программа и пользователи AliaSales, да? Они установили приложение. О, как удобно, я буду с телефона искать AliaSales, закажу его. Он нашёл AliaSales, забронировал там, например, недавно донировали Питер, Симферополь за 60 тысяч на одного человека. Ну, AliaSales платит мне 50% и себе, и всем хорошо, все счастливы. А вам зачем он платит? Ну, потому что я их партнёр и они радуются, что кто-то вообще не купил. Очень удобно. А, ну то есть это типа ваше приложение, а не с AliaSales? Естественно. Ну, удачи вам его распространить. Ну, вот, поискали билетов на Windows 8, он в топе маркета там лежит, то есть в Симферопольчик. А AliaSales сами не могут сделать себе? Ну, они только недавно выпустили это Windows Phone, поэтому пока они до туда дойдут. Ну, куда это? Обсуждать, если действительно есть хорошую, успешность по другим платформам, выход на самое время, выход на новую платформу и захватывать. Удачи! Ещё? Ещё вопросы? Спасибо! Удачи! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Ведущий проект – это наш участник из Петрозаводства, проектов 13, Кирилл. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, у меня просто поиск отеля, и как бы, какой нет местной, я бы, поиск, тот был. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Веществует сайт, Герша, азартавала посвященный, но я снова не азартавала его истории, примечательности. Сайты доставляют открытые формируется на АПЕ для отключения данных объектов и его причинностей. Идея в том, что для создателей интерфейс для информатизма, используя два АПЕ, представляющие карту с объектами различные тексты на исторической управке и фотографии. Несколько закреплений, встречные закрепления. Отлично. Вопросы? У вас тема такая специфичная для Кореи. Я, например, работаю в городе. Как-то сделать более общий? Теоретично возможно, это зависит от того, от того, а где предупреждать стать любой. Окей, то есть вы пишете приятное описание. Спасибо. Еще вопросы, комментарии? Спасибо и удачи. Следующая команда. Проект платформер. Команда номер четырнадцать. Даниил. Классно. И, насколько я понимаю, вас трое. Трое? Да. Сейчас. Пока. Хорошо. Всем привет. Мы будем разрабатывать игру платформер. Фантазим. Будет это бренд приложение с использованием phased framework. Он как-то тяжелый. Вот. Пока у нас встречных идей нету, то зачем вы убежаете? Мы будем делать игру и убежать. Вправляющий рейджик вам соберет такие бомусы, чтобы оторваться до следующего от тебя существования. Он как-то ранее будет. Сейчас мы наоборот поиграем. Тихонько тут же ставится. В общем, сам фокус. То есть, насколько я понимаю, это еще один вариант игры. Такой интересный. Вопрос в комментариях? Я не понял, кто за кем бегает, поэтому... Это мы представим вечно сегодня. Как бы в игре, действительно, лучше показывать обычное. Действительно, это словоскожно объяснилось. Спасибо. Удачи. Так. Следующая, да, у нас команда номер 15. Команда F3. Название проекта сейчас нам скажут. А, вот. Добрый день. Мы представляем команду F3 с проектом Tizen. Ну, тут уже было про горнолыжников. Очередная помощь горнолыжникам, туристам, спасателям и прочим. Это мессенджер, основанный не на интернете, а на технологии Wi-Fi Direct. В чем плюс? То есть, туристы, ну, обычно берут с собой и телефоны, и воки-токи. Но воки-токи забиваются в чужие каналы. Ну, как бы, люди влезают чужие на канал. Потом батарейки разряжаются. Вот, чаще люди полагаются на сотовый телефон. Вот. Есть удаленные места, где сотовая связь работает. Соответственно, плюс приложение, это то, что имея сотовый телефон, несколько человек могут общаться между собой в таком внутреннем канале. Вторая фича, которую, может быть, мы сможем реализовать, это расшаривание интернета. Причем, по Wi-Fi Direct, расшариваемый интернет, ну, более лучше, чем, вот, стандартная точка доступа, вот, Wi-Fi, которую можно сделать телефон. Поскольку в таком случае можно расшаривать полцы, бочки. Ну, скажем, сидят пять рыбаков вдоль берега. У одного, у последнего, имеется, ну, симка с местами, например, там, в Карелию, например, в Петрозаводску ехали. Только у одного симка, имеется, в Петрозаводске, с недорогим интернетом. Соответственно, по идее, только ближайший к нему может по Wi-Fi подцепиться и подсосать интернет. А то, в случае Wi-Fi Direct, вся вот эта вот группа, вся эта цепочка может вытащить. Ну, еще какие-то, я думаю, фич мы тоже ревизруем, вроде, да, пересылки картинок, смотри, какую рыбу я поймал, там, геолокации, ну, какие-то фишки. Ну, у нас есть, значит, есть, ну, там, по приоритетам расставить. Вот, что успели? Успели логотип сделать, вот, буквально на полчаса. Вообще, мы не профессионалы. Насколько вот команда у нас сформировалась буквально на днях. Вот, Максим, ты когда с Тайзином сейчас узнал о Тайзином? На той неделе. На той неделе. Вот. А Саша? Может быть, я Саша все это только утром увидел. То есть у нас команда. И просто пожелание устроителям, вы давайте, как-нибудь, на следующий раз какие-то лиги разбивайте. А то любителям с профессионалами бежать, но, знаете, это не есть как-нибудь. А кто у вас любитель и кто профессионал? А мы все любители. Значит, без проблем. Можно вопрос все-таки? Вот вы сказали про Wi-Fi Direct, да, вот эту историю. Сигналы же, допустим, у первого есть 3G, он передает одному человеку, а приемопередатчики же как? Он же тоже должен уже занять, у него уже Wi-Fi модуль там. Вы о технологии вообще Wi-Fi знаете? Знаю, знаю. А Wi-Fi Direct? Вот я и спрашиваю про эту технологию Wi-Fi Direct. А, ну, ну, это википедия есть. Почему? Она расшаривается вполне. Ну, не, ну, я вот лучше Вас спросить, что мне расскажете. Ну, я могу долго про него. Wi-Fi Direct позволяет отшаривать, то есть... Это, как выяснить... Это матч 7. Это полноценная матч, если угодно. Ну, то есть... Давайте мы не будем просто представить проект, рассказывать члены и простые вещи. Хорошо, простые вещи, телефоны поддерживают сейчас Wi-Fi Direct? РПДП, вот этот вот, чё речь. Да. и даже есть какой-то пример в этом самом деле посмотрим как вы сделаете посмотрим еще вопросы по-моему он не поддерживает по вашему мы проверили посмотрите сейчас какая дистанция какая дистанция ну вот Wi-Fi конечно 100 метров зависит от это очень круто вы сказали что на самом деле в принципе если на Wi-Fi цеплять используют например антенну в виде наушников ну и побольше дело в том же Wi-Fi он не ограничен сотней метров я помню когда первые плоские тарелки я например стрелял спокойно брал халяву интернет из института за 5 километров и ничего по прямой видеть уши 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 как внешнюю антенну то есть это зависит а он не использует лучше как внешнюю антенну ну что вы мне рассказывали как антенны используются наушники почему нет ну давайте по специалистам спросим ну я на самом деле не настолько специалист ну вот а я считаю 12 лет работал дальше что вы мне я тоже работал ну и не работаю нет нет Wi-Fi деревьев это точно не использую коллеги коллеги я думаю дискуссию как можно организовать вот это мы откажем по крайней мере на это самое на кофе-брейке есть вопросы по идее проекта спасибо удачи в общем вы движите на 100 метров с телефона мы посмотрим как будет работать ну а почему 100 метров я предлагаю сейчас не будем бегать а вместо этого послушаем 16 16 команду Елена Олег Кирилл и Михаилов так давайте мне тоже можно сказать давайте 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 ну как привет привет всем тут есть может работать приложение по по проекту по проекту по проекту потому что мы еще думаем на самом деле мы хотим использовать возможность на символ устройства гир изменить пульс и для того чтобы анализировать состояние человека так скажем давайте в общем вот ребята у них тоже хорошая идея но они о ритме человека что он там ему надо встать пройтись погулять у нас идея в том что это для людей у которых ежедневно есть какие-то серьезные физические нагрузки и для того чтобы уберечь от каких-либо сердечных заболеваний таких как аритмия в общем мы предлагаем взять те же самые часы запустить программу сделать измерение во время допустим какого-либо обеда когда он находится ну человеком то есть просто без действий следить и запоминаем это потом мы просим его сразу же измерить свой пульс после того как он сделал какой-либо физический ну произошла физическая нагрузка через двух часов или что-то еще сразу же после этого мы просим его опять же замерить и через минуту там ну как через две-три минуты мы его опять же просим и по этим трех данным мы можем определить как сердце как ритм пульса сердца с какой структур он восстанавливается после этой нагрузки и по этим данным мы можем судить есть ли какие-либо проблемы с сердцем либо если учащен если пульс все еще учащен это является нехорошо или допустим уже слишком слабый тоже это может сигнализировать какое-либо болезнь ну все эти данные есть на сайтах у меня запретил медицинский колледж я тоже понимаю о чем говорю поэтому вот собственно такой проект вопрос 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 коллег да пожалуйста а паттерны на ритме используют не слышу паттерны на ритме то есть когда у него началась энергия ну есть ну кстати хорошая идея я знаю вот да в принципе да попробуем попробуем и еще вопрос да а собственно какой вариант нагрузки будет использоваться для определения максимального сердечного ритма ну смотри в каждом возрасте у человека есть определенные пределы когда допустим сердце не нормальное когда оно увеличено и допустим ну мы будем брать еще такие категории как у человека спрашивают сколько ему лет какой у него ритм жизни допустим является ли он спортсменом или программистом естественно ритм гораздо ну очень сильно ритм спортсмен программист но я был спортсменом я заряд и сейчас и программист поэтому это безумистимо в принципе мне кажется да это по интервала я оценил джифтер джифтер между колебаниями между пульсами может узнать о ритме или нет ну да вот этот вот джифтер естественно будет и при этом мы будем уже выдавать ему какие-либо рекомендации может если у человека реально видны какие-либо проблемы то сразу же можем ему сказать вдруг давай идти к врачу там проконситируйся может быть что-то серьезное а не боитесь своими нагрузками человека а мы не будем ему давать нагрузки он сам определяет когда для каждого человека вы рекомендуете ему сделать какие-то упражнения ну да но он может сам все убирать в процессе но смотрите главным покупатья вашего партнажа если человек у вас уже скорее всего проблемы с сердцем да допустимый спортсмен который хочет нагрировать нет он решил смотреть а как он на тебя сделать так делаем нагрузки начинать делать нагрузки если что-то происходит все ваше продолжение продолжает работать вы не боитесь нет нет я понял но там уже будет да нет естественно но может быть рассчитывать такие нагрузки которые будут чем-то среди дел ну чтобы вы и на здравом это так же обратилось как и на русском все на это пожелание если совсем плохо, это надо стартать 0,3 вызывать автоматически в общем-то, все, спасибо я думаю, у вас была отличная дискуссия, спасибо, удачи! так, следующий проект, это, опять же, из другого региона, из Микеле, просто Денис Хеллфайр проект это варианция на тему интервью шутера, заправляющихся человеком, которые поездки на поле генерированные силы враги, которые они выстреляют и выстрелы можно открывать лично еще одна идея я думаю, очень интересная игра, официальная есть вопросы в игре? есть, управление, как будет происходить? то есть это, как выглядит? управление будет тачпадом то есть, управление позицией и атакой это одна этапа ну, не кнопка, в смысле то есть, не тачпад, а тачскрин еще вопросы? спасибо, удачи! так, а следующий проект это Павел по-насов, к сожалению опять же, мы знаем проект пока да сами скажете название по-насову 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 добрый день я хочу вам рассказать программу для сайта Молополит сайт Молополит сайт Молополит подтвержден по политикам естественные новости в которой в эскурсии программу будет видеть на самом деле обычном рейдере с задолженность решила в первой статье сайта в системе на обвинения в комментариях на сайте также в системе и возможно продолжить программу будет предлагать все сайты на основе того же что еще и возможно продолжить реализацию комитета часа то есть это такой читалка для англостей это как это Вопросы? Удачи! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хороший случай так АПЛОДИСМЕНТЫ отчет я просто прочитаю для начала что без компромиссов экстрим требует районной депутации объективно заинтересованной коррекции ключевых сетях то есть идея такая что я просто приписываю модель На самом деле это рассчитан на рамках, домаштабный скейт. Мы занимаемся этим проектом где-то полгода. Но проблема была в том, что у слейтера не было обратной связи с мобильным устройством. Получалось, что мы в плоскости пытались с дополненной реальностью определить, то есть насколько он уклонился от какой-то этапной траектории, и выбрал бы тот или тот. То есть это происходит примерно так. То есть достаточно запустить приложение, если так можно смартфоном вместо учительств, и выбрать режим, что это будет соревнование, номентирование, тренировка, вы можете отображать между ханкой данными, и стили отображать. То есть здесь, как по дополненной реальностью, он сделал более. Приложение это оценит. Оценит теории, насколько это было правильно. Я думаю, можно это связать со социальными сетями, и те, кто будет принимать участие в этом. То есть это будет рейтинг, который выставлялся в небесах. То есть, в принципе, идея уже обозрена нитью. Мы стали журналистами от Challenge в прошлом году. То есть мы работаем в этом направлении. У нас полное суть в этой проблеме, что обязательно обратные средства от генгогиста требуются. То есть, если у него будут часы, в принципе, возможно, мы там какие-то изменим лица. Вопрос простой. Я просто не сильно увлекаюсь устройством. Увлекаюсь. Это применимо для других? На самом деле, для экстремальных видов спорта мы рассчитываем. То есть это будет и BMX, и Piroid, и Skate. То есть у нас есть немного базы данных. Мы делали это на виду соника в картоне. То есть организатор должна помогать подобрать какие-то экстремальные ключи. Все эти ключи еще. То есть база данных чисто призвольная для демонстрации. У вас это еще у нас есть. То есть достаточно. На самом деле, технологии для следующего. Какой-то маркер. Для данной реальности, как правило, нужны маркеры, которые выделяются и контрастируют с окружающей службе. То есть на Skate будет этот маркер и программа. То есть мы делали это на УКСИ. Программа отслеживает какую-то точку, и потом есть и того, как это должно быть связано. Отличный вопрос. Да, я сам по себе ушел, поскольку мы его ответили уже. Есть вопросы? Да. Спасибо, удачи, отлично, интересно. Так, следующий проект — это Ханникин Картин. Название проекта скажите сами. Здравствуйте. Я из Сибири, города Томск. Приехал в Москву первый раз. Участвовал в Хракатоне вообще первый раз. Тизан увидел вчера раз. Тайсон! Тайсон! Окей! Ну, просто Алтали не понимает, когда я говорю, как появилось. Не знаю, почему. В общем, я буду писать приложение для создания отчетов онлайн. То есть я получил из ситуации, когда мне надо было путешествовать и писать отчетики для друзей. Я специально написал для этого приложения, и оно понравилось своим друзьям. И я решил написать такое же, для того, чтобы просто понять платформу. Еще я хочу писать. Вот. Суть в чем, пишем отчет, текст, фотографии, в общем, комминируемый контент из доступных нам блоков. Еще это оффлайн. Когда у нас есть интернет, вклад в программе. В ВКН, естественно, писать. Я не буду вот ездить. Тайсон в отношении крипалу. И еще принять. Еще раз. Главное заявление. А где он публикуется в отчетах? Свой ВКН. Он не для публикации на Facebook. Ну, наверное, имеет смысл просто добавить функционалу, разжарить там ссылки, поделиться. Это уже больше веб. А, это все больше у нас в ВКН. Я не вижу вот сам фильм. Кстати, аналог. У меня есть рабочие фототипы на андроиде. Поэтому у них есть ничего в себе. А, так. А картинки тут они никаким образом выставляют? Они из базы, уже там, из галереи и... Используются из галереи и из камеры. Как обычно мы их используем. Понятно. Да. Еще вопросы? Спасибо. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Команда, 22-я команда Александра Старкова. У вас на сколько принимают дуэр? Да. Да, по-разному, может, пока представлять, начинаем представлять проект. Всем привет. Меня зовут Александр. Многие, наверное, меня помнят. Мы команда 2D-5D. Пришли сюда сделать интересную, развлекательную, изометрическую 2D-гексидную со всеми няшками игру для вас. Игрушка очень простая. Защищаем от нашего босса. Нас много. И еще больше. Дарим маслу. Так, коллеги, давайте возвращайтесь к рекламе. Тут 23-я команда. Проект X. Там были ценные документы. В общем, есть файловая система. Есть описание. Здравствуйте. Я буду работать на развивающем программе для детей. В этом программе будет рисовалка, паузел, раскраска. И еще больше. Возможно, если я с ДП за этическим маунтей, придумлю клавишки. Аналогичная программа есть под платформой Android. То есть, теперь она будет еще и в Пайтайт. В любом случае, какое предложение. Наверное, на Html 5. И, я скажу, что им во время, возможно, еще будет клиент. То есть, еще программа, LinkedIn-программа, которая будет работать на Html. Вопросы? Спасибо. Спасибо. Удачи. На этом у нас представление закончено. Всего у нас 24. Проект участвует в котором очень неплохой результат. Для начала. Единственное, что, коллеги, предлагаю немножко изменить рекламу. И начать вечерние презентации не с 8 вечера, а с хотя бы с 19-30. а уже при таком количестве команд, и так это минимум на 2 часа растений, просто минимум, вместо часа по регламенту. Так что мы чуть на полчаса раньше начнем и на полчаса больше закончим еще. Надо поправить тогда эту программу. Я программу на сайте поправлю. Так, вопросы какие-то есть по регламенту? Тогда, собственно говоря, ланш у нас будет в районе 2 часов. Кофе, брейки, напитки все время доступны. Чай для такого количества народа может не справляться, но в коридоре есть 2 еще мощных, которые мы можем использовать. Пожалуйста, просто можете линдить, спокойно наливать чай, если нужен. Если что, мы здесь, я сейчас ко всем команду попрошу их проверить название ваших, соответственно, проектов и участников, чтобы мы это, я хочу, это уже про то уже писали. Кто-то есть в аудитории, кто не представлял проект? Нет, не осващаешься? Нет. Все, удачи всем, спасибо.